Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни», «Метеопрогноз», «Облачная кухня». В каком настроении будет погода в ближайшие сутки, расскажу вам я, выпускница Казахстанской Миндии Академии Екатерина Черкашина. Здравствуйте! В заключении выпуска поделюсь с вами информацией о полезных свойствах кокоса, а сейчас прогноз погоды на субботу, 15 декабря. Небо над городом Актау затянется тучами, осадки при этом не ожидаются. Температура воздуха днем плюс 5-7 градусов, в ночное время плюс 1-3. Максимальная скорость ветра составит 16 метров в секунду. В одном из культурных центров нашей страны, Актобе, синоптики обещают осадки в виде снега. Одевайтесь теплее, так как днем температура на отметке минус 2-4 градуса, а ночью столбики термометров понизятся до 10-12 мороза. Атмосферное давление 740 мм рт. ст. В городе, расположенном по обе стороны реки Урал от Ирау, ожидается переменная облачность без осадков. Температурные показатели днем минус 3-5 градусов, а в темное время суток минус 7-9. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Жители Балхаша 15 декабря ждет переменная облачность. Солнышко сумеет прогреть дневную температуру до минус 5-7 градусов. Ночью понижение до 8-10 мороза. Геомагнитное поле без возмещений. В этот субботний день в Байконуре погода немного покапризничает. Ожидается пасмурный день с осадками в виде снега. Температура днем на отметке 0-1, ночью понижение температуры до 4-6 градусов мороза. Ветер умеренный 7 метров в секунду. В Жасказгане ожидается переменная облачность снег. Временами солнышко будет выходить из-за туч. Температура воздуха днем прогреется до 9-11 градусов мороза. Ночью показатели термометров понизятся до минус 16-18 градусов. Ее магнитное поле без возмещений. В историческом городе Караганде погода порадует своим настроением. День будет по-зимнему теплым и солнечным. Температура воздуха днем минус 8-10 градусов. Ночью понижение до 12-14 ниже нуля. В живописном месте нашей страны с природным парком Бурабай, городе Кокщитау, небо может затянуться тучами, но день при этом без осадков. Температура в дневное время на отметке минус 12-14 градусов, а ночью 16-18 мороза. Максимальная скорость ветра 7 метров в секунду. В Костанае 15 декабря ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем минус 8-10 градусов, ночью 14-16 ниже нуля. Биомагнитное поле без возмещений. Город, который богат урожаями белого риса Козелорда, встречает этот субботний день типичной зимней погодой. Ожидается снег. Дневная температура на отметке минус 2-4 градуса, в ночное время 10-12 мороза. Ветер слабый 5 метров в секунду. В Культурном центре Северного Казахстана, городе Павлодаре, синоптики обещают переменную облачность временами снег. Согреться вам поможет чашечка горячего чая или кофе. Температура воздуха днем минус 8-10, ночью столбики термометров на отметке 14-16 градусов ниже нуля. Влажность воздуха 20%. 15 декабря небо над городом Петропавловск будет облачным. В дневное время суток температура воздуха минус 11-13 градусов, ночью 16-18 мороза. Геомагнитное поле в пределах нормы. На востоке страны в Семей прогнозируется переменная облачность. Рекомендуем одеваться теплее. Ожидается снег. Днем температура воздуха минус 7-9 градусов, ночью 15-17 мороза. Ветер умеренный 5 метров в секунду, влажность воздуха 40%. Прогуляться по набережной реки Каратал смогут в эту субботу толдукорганцы, ведь день будет без осадков с небольшой облачностью. Температура воздуха днем 2-4 тепла, в ночное время суток минус 5-7 градусов. Влажность воздуха 10%. Геомагнитное поле в пределах нормы. В Таразе небо затянется тучами. Не забудьте взять с собой зонт. Ожидается дождь. Дневная температура составит 3-5 градусов тепла, ночью 4-6 ниже нуля. Ветер легкий 3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров в ртутного столба. В Туркестане зима вступает в свои права. Временами возможен дождь с переходом в снег. В дневное время температура прогреется до 2-4 градусов тепла, ночью минус 4-6. Ветер умеренный 6 метров в секунду. Влажность воздуха 10%. Жители Уральска могут планировать этот выходной день на природе и покататься на горках, так как небо будет ясным, а день солнечным. Днем минус 5-7 градусов, а в темное время суток температура понизится до 10-12 градусов мороза. Атмосферное давление 770 миллиметров в ртутного столба. В городе, в котором можно насладиться красотой Алтайских гор Усть-Каменогорске, ожидается переменная облачность снег. Одевайтесь теплее и не забудьте согреть близких своим теплом и любовью. Дневная температура на отметке минус 7-9 градусов, ночью 12-14 мороза. Гостеприимный Шимкент встретит 15 декабря переменной облачностью. Не забудьте взять с собой зонт, возможен дождь. Днем синоптики обещают плюс 3-5, ночью от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное давление 700 миллиметров в ртутного столба. В городе с крупнейшим топливно-энергетическим комплексом Экибастузи синоптики прогнозируют облачный день. С температурой минус 8-10 градусов, в ночное время суток температура на отметке 16-18 ниже нуля. В южной столице Алматы выходной день будет с переменной облачностью. Температура воздуха в светлое время суток повысится до 3-5 градусов тепла, ночью столбики термометров на отметке минус 1-3 градуса. Атмосферное давление 700 миллиметров в ртутного столба. В Астане, в столице нашей республики, погода немного покапризничает. 15 декабря ожидается облачный день, без осадков. Температура воздуха днем минус 10-12, в ночное время 16-18 градусов мороза, влажность воздуха 30%. Геомагнитное поле без возмущений. В любую погоду всегда заботьтесь о себе и о своих близких. Включайте в свой ежедневный рацион здоровую и полезную пищу. В холодные дни согреться помогут воспоминания о жарком лете и тропических странах. А сделать их реалистичнее нам поможет кокос. В кокосах содержатся витамины С, а также группы витамина В, Е, кальций, магний, фосфор, калий, железо, натрий и тынь. Немного глюкозы, фруктозы и сахарозы. Кокос не содержит холестерина и стимулирует работу кишечника. Из орехов производится активированный уголь. В плодах этого тропического растения содержится молоко. Оно является стерильной жидкостью, богатой веществами по составу близкими к плазме крови человека. Кокосовое молоко отлично освежает, бодрит, повышает иммунитет и необходимо для людей, которые занимаются спортом, а также полезен при различных заболеваниях. Одной хорошей особенностью кокоса является его универсальность на кухне. Стружка очень хорошо подходит для десертов. Молоко добавит экзотического аромата десяткам блюд. Кокос подходит к овощам, мясу, рыбе, блюдам из риса, но особенно к морепродуктам. Хорошо орех сочетается с чем-нибудь острым или кислым. Смотрите телеканал «Магия кухни», готовьте ваши вкусные блюда по лучшим рецептам и радуйте родных и близких. Прогноз погоды провела для вас я, Екатерина Черкашина. До новых встреч, друзья, берегите себя и будьте здоровы! Подарите новогоднюю сказку всей семье. «Олимпик Айс» представляет на зимних каникулах 4, 5 и 6 января во дворце спорта имени Балуана Шалака ледовое шоу «Ледяное сердце». Захватывающие 3D-эффекты, объемный звук, потрясающий свет, волшебная постановка. Головокружительное фигурное катание в исполнении профессионалов юношеской сборной Республики Казахстан. 4, 5 и 6 января. Ледовое шоу «Ледяное сердце». Билеты на сайте заказбилетов.кз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова